приветствую тебя дорогой друг добро пожаловать на рубрику понятные гайды space engineers ну что я могу сказать сегодня тебя ожидает любопытный гайд по такому скрипту который называется пам да пам парам пам и нет конечно называется то есть расшифровывается по-другому совершенно но могу сказать что он относится к классу скрипт который автоматизирует добычу руды или выкопки определенных скажем квадратов местности то есть если вы хотите вырыть допустим аккуратную шахту в игре то это то что вам нужно ну и так же как бы вам расшифровывается как пэт блин извиняюсь до расшифровывается как пэт автоматик майнер что означает 5 дорога путь собственно говоря автоматизированная добыча добытчик путевой а путевой автоматизированный добытчик если конечно можно так корректно перевести и сделал этот скрипт чел чувак под названием кекс инженер под названием под ником кекс спасибо кекс большое мы вообще видим много скриптов нашей мастерской относительно добычи руды то есть несколько скриптов я даже снимал на один из них обзорами но дело в том что они все реализованы по-разному использовать какой-то один скрипт и только его можно в принципе но это зависит от того какой у вас стиль игры например я бы использовал разные скольпты потому что есть ситуации где над допустим выродить вертикальную шахту есть ситуация где надо выродить горизонтальную шахту есть ситуации где надо добывать руду на планете есть такая где надо в космосе добывать разные ситуации разные как бы для этого используются инструменты ну что ж давайте перейдем непосредственно к самому скрипту пам и я пожалуй расскажу что нам требуется для того чтобы скрипт работал нам требуется само собой добытчик при том не просто добытчик а желательно именно такой как я показываю то есть у вас буры должны находиться в квадратичной скажем они должны находиться квадратом если вы хотите ровные шахты ну и помимо ровных шахт в любом случае они должны выходить за пределы модулей которые у вас есть на вашем корабле то есть не обязательно за модули но за его силуэт почему потому что когда вы будете рыть туннели чтобы не застревать и не цепляться допустим верхними частями за края пещеры для этого вам как бы нужно покрыть всю эту зону чтобы были ровные туннели и он проходил на сквозь всего думаю с этим понятно далее далее нам потребуется само собой база коннектор и помимо коннектора нам понадобится сортировщик такой вот сортировщик сортировщик просто и нам все это надо будет настроить само собой все это надо будет наладить давайте разделим это на две части первая часть настраивается это благодаря то есть нам надо оборудовать наш рудодобытчик нам надо поставить на него сенсор именно таким образом как вы видите он направлен вперед то есть он направлен вперед относительно зоны рытья и собственно говоря дисплей чтобы нам было удобно скажем так ориентироваться в программе как вы видите здесь есть крутое меню да то есть в программе вот я сейчас вам покажу то есть вы можете даже листать и вместо того чтобы путаться в чем-то тут все очень понятно для это все конечно же объясню но поначалу я должен сказать что тут еще должен быть программируемый блок обязательно и радиоуправляемый контроль то есть это обязательные вещи после того как мы их поставили в нужном порядке нам нужно зайти в кабину нам нужно значит скачать программируемый блок у нас значит скачиваем эту самую программу сейчас я покажу как и так брауз скрипт с нажимаем вот помп от auto манер загружаем это суда у меня уже загружена и у нас уже все круто но это не все во первых чтобы наш дисплей показывал этот скрипт как он работает надо значит в квадратных скобках написать вам то есть ну здесь любое название блока и здесь по помимо того нам еще надо в сенсоре прописать это так там кто-то кого-то стреляет до неважно у нас тут по моему сенсоре надо показывать сейчас я точно выясню это так 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 это не здесь не здесь не здесь не здесь сейчас чаще все будет так чтобы четко это понять мне надо отстыковаться и взлететь то есть ну насколько я знаю сенсор обязательно должен тоже быть под вот этим самым названием пам просто не могу его в списке найти а вот нашел вот вот нашел видите пам написано то есть программа обязательно должна считывать сенсор и должна выводить информацию на экран чтобы можно было управлять этой программы принципе здесь нет нет ничего сложного далее чтобы вот как я ориентироваться в этих скажем меню данной программы надо сделать пожалуй следующую простую вещь нажимаем клавишу g то есть там посередине клавиатуре она у вас че не же не q а g а дальше находим клавишу g точку g да дальше мы обязательно кладину то есть берем программированный блок зажимаем правую клавишу мыши нажимаем команду выполнить первая команда которую мы здесь должны написать это об сейчас я напишу об то есть она пишется таким образом английская буква у и английская буква п тут нет ничего сложного нажимаем confirm это настройка идет у вас на первую клавишу затем затем нажимаем то есть прописываем здесь слово down down желательно большими буквами d o w n английскими буквами все дальше нажимаем confirm идет на вторую клавишу и в третьих мы пишем такое слово apply то есть и пи пи л ми и y вот с такой вот слово тоже тоже confirm и мы получаем доступ к управлению собственно говоря меню то есть нажимаем на единичку само собой это так как это команда up то есть вверх само собой мы будем листать вверх если мы нажимаем на клавишу 2 то есть это листание вниз то есть да и кнопочка 3 это подтвердить это простой функционал для управления данным скриптом потому что нам в принципе не понадобится что-то большее но это не все дорогие друзья потому что можно также добавить следующие аргументы допустим старт стоп то есть можем сюда написать старт стоп как хотите ну это уже зависит от вас но мне например это не нужно реально мне это не нужно было а потому что все очень удобно управляется через эту программку и это круто да вот так вот мы кастомизируем наш руда добытчик это пока что все что про него нужно знать дальше я расскажу зачем нам нужен сортировщик а он нам обязательно нужен без него никак кладем его суда и уже на него коннектор далее мы заходим на его меню и здесь включаем такую функцию как опустошить все без этого работать фигня не будет потому что в систему не будет поступать все то есть опустошаться почему-то все не будет по этой причине предлагаю сделать именно таким образом дальше значит вот построили мы машину есть у нас база с сортировщиком как теперь работать то собственно говоря с этой программы а все очень просто мы значит снижаемся стыкуемся да для общего счастья мы стыкуемся потом переходим в меню нажимаем тут ну то есть выбираем функцию record от сет and set он то есть это переводится как выбрать путь и выбрать дом мы нажимаем на троечку все у нас пошла запись то есть у нас программа записывает все то есть она уже выбрала дом так как мы пристыковали сюда мы нажимаем на отстыковку взлетаем собственно говоря это просто просто взлетаем отстыкуемся взлетаем и летим допустим на точку в которой мы хотим чтобы наша машина работала вот допустим вот сюда сейчас я просто перенесу камеру чтобы было удобно вот допустим я хочу чтобы машина мне рыло вот эту вот область и все останавливаю здесь нажимаю stop recording то есть просто нажимаю выбрать apply на этом уже стоит функция и все то есть у меня уже записался путь от док станции до места работы все очень просто тут ничего такого нет это отдельный путь мы записали и теперь у нас идет вторая задача выбрать область прошу прощения выбрать область работы то есть выбрать рабочую область это тоже очень просто нажимаем собираем вторую опцию set up mining job и выбираем и так перед нами предстает вот такой вот интересный квадрат и кстати для того чтобы он у вас появлялся надо перейти на общую панель то есть панель info и ставим поставить здесь галочку показать границы охвата сенсора чтобы мы видели границы охвата сенсора кстати очень полезный инструмент и только сейчас понял что он есть поэтому дерзай кстати полезная штука ты поймешь на какой зоне работает сенсор и так мы включили что это за квадратом показывает зону работы то есть рабочие зоны зону вашего корабля то есть он где он будет копать это очень удобно реально далее какие здесь функции есть мы можем вообще-то этот квадрат менять в размерах так серьезно можем его увеличивать можем его уменьшать то есть высоту в ширину увеличивать высоту увеличивать глубину увеличивать то есть в ширину высоту увеличивать и уменьшать собственно говоря делать все я сейчас уберу я не хочу чтобы он был скажем высокий я хочу чтобы он был именно широкий и глубокий то есть это и собственно говоря вот и все далее мы выравниваем согласно зоне работы то есть зоны в скобке да так выравниваем давайте сделаем на ровной местности не там где уже экспериментировал копал так сказать так сделаем где-нибудь так и вот так вот то есть он будет копать эту зону и все будет чики-пуки так и запускаем запускаем переводим стрелочку на старт и нажимаем собственно говоря все все это пошло работать и она будет классно работать ребята все она пошло рыть землю то есть она будет сама работать вам ничего не надо делать реально ничего не надо делать она сама будет работать и сама будет сбрасывать то, что вы накопали, нарыли. Оно будет лететь в сторону базы и, собственно говоря, все это выливать туда. То есть есть также несколько аргументов для настройки скрипта. Но это все в описании скрипта, собственно. Если я это еще буду объяснять, то это будет все-часовой гайд. Я понимаю, что это понятный гайд. Но это понятные гайды, но это не подробные гайды. Это разные рубрики. Возможно, я когда-то сделаю подробные, дотошные гайды. Но я думаю, что понятные это и так хорошо. Как мы видим, в принципе, вот уже мы видим идеальную рабочую плоскость. Вот сами вы выроете такое, ребята? Выроете? Нет. Конечно же, круто взять этот скрипт и загрузить ваш рудодобытчик и, допустим, где-нибудь в горе, где-нибудь в горе, внимание, сделать идеальный проем. Такой вот идеальный проем. И вы сможете там сделать там, не знаю, может не в горе, а может быть в какой-то там базе или в чем-то. Кстати, вот посмотрите. Он заполнился, да? Он заполнился и полетел опустошаться. Давайте посмотрим, как он это делает. Как он это изящно делает. Не как я. Блин. Скриптовая машина вводит намного лучше, чем я. Представьте себе, да? Это круто. То есть мне лично вот данная программа очень нравится. Данный скрипт большой-большой. Респект автору за то, что он создал такой скрипт. Я прям я очень-очень-очень этому рад. Очень жирный ему лайк. Так, секундочку, я выберу нормальное, адекватное время суток, чтобы нам было все видно. В общем, для горизонтального рытья базы это идеально. Идеальная машина. Идеальный скрипт, точнее идеальная машина. Вы можете по слоям буквально снимать скажем, почву с земли. Вот сейчас посмотрите, как он будет рыть дальше, да? То есть он по-моему сейчас дальше пойдет рыть. Притом он это делает с очень большой точностью. Вот. В этом есть реально большой-большой-большой плюс. Дерзайте! Используйте данный скрипт. Я надеюсь, что вам это понравилось. Ставьте лайки. И, конечно же, если я буду находить подобные скрипты, а в нахождении подобных скриптов, дорогой мой друг, ты мне можешь помочь. Естественно, отправляй, пиши в комментариях, какие скрипты ты хотел бы видеть. Я заранее скажу, что да, вы предлагали, точнее, кто-то из подписчиков мне предлагал несколько, скажем, скриптов по добыче руды. Но, почему я не делал обзор на этот скрипт? А все очень просто, потому что это был скрипт по добыче руды для космоса. На планете он не работает. И он, у него очень ограниченный функционал и очень неудобная настройка. Именно по этой самой причине я не делал обзор на данный скрипт. То есть я не посчитал его хорошим, нужным. Ну что ж, с вами был Лорли Мур. Подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно же, присылайте видео на обзор. Что я несу, может быть. Я имел в виду, что пишите ваши идеи и подписывайтесь обязательно на группу в Дискорд и везде. Короче, давайте увеличивать качественный контент и попытки понять скрипты и многое-многое другое и все такое. С вами был Лорли Мур. Всем пока и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok